Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? 22 миллиона рублей. Зачем тебе нужен АП? Я вырос в такой среде, которой не принято отделиться. Кого ты выберешь? Давида или Павла? Чью сторону ты займешь? Ленар, ты пиздал? Да, конечно, такой тяжелый труд. Всем привет, друзья. Это Национальная ассоциация аукционных брокеров. И сегодня у нас в гостях Ленар Гельфанов. Привет, Ленар. Привет. Ленар, ты на данный момент самый успешный партнер Национальной ассоциации. Сколько тебе лет? Мне полных 24. Сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? Именно на торгах в месяц? Давай, знаешь, как сделаем? Общая цифра в месяц и потом из чего она складывается? Общая цифра в месяц получается около 600 тысяч. В месяц? Да. Это вообще законно быть таким успешным? Зачем тебе деньги, Ленар? Деньги? Чтобы помогать своим близким. Для тебя это цель или средство? Средство. Скорее, деньги это инструмент. Расскажи о своей семье. Кто твои родители? Кто создал Ленара Гельфанова? Кто дал воспитание ему? Мои родители всю жизнь предприниматели, но из ряда ремесленников, то есть у папы грузоперевозками он занимается, а мама занимается продажей продуктов, питания. То есть ничего не доставалось просто так? Да, конечно, такой тяжелый труд. Какое у тебя образование? У меня юридическое образование. А что ты закончил? Казанский институт юридический. А чем ты занимался до того, как начал заниматься аукционами по банкротству? Вообще я занимался уже 16 лет строительством линии электропередач. И у меня есть небольшой торговый центр на трассе Зен-Дольс-Казань. Там продуктовый магазин у меня в частности. Остальное арендаторы все. Твой заработок до того, как ты начал заниматься торгами и после? То есть вот насколько все поменялось? Вот допустим цифра плюс-минус. Ты зарабатывал столько и после дополнительных заработок в торге он вырос? Х2 как минимум. Если я до торгов зарабатывал 250 в месяц от 250, то сейчас это около 600 тысяч рублей в месяц получается. Через сколько после начала обучения, либо после окончания обучения ты закрыл свой первый лот? Через 2 месяца. 2 месяца. И все это время ты не падал духом? Да, я искал, ездил на осмотры. Ну, впервые по Татарстану. И в дальнейшем мы уже нашли свой первый лот в начале сентября. Что это было? Это была полуживая 14-я лада. Ну, для начала неплохо, в принципе. Мы ее купили не глядя, что я... Это моя первая ошибка была. Покупать не глядя. То есть осмотр ты не делал, либо беглый такой. То есть ты просто увидел цель. Да, там поджимали сроки, я увидел что-то оценщик, и как бы все хорошо, и мы решили брать. Я тебя ждал 2 месяца, и я тебя беру. Я тебя возьму, да. На что необходимо обратить внимание, чтобы не совершить вот ошибки, которые, допустим, твои ошибки при покупке первого лота? Мои ошибки при покупке первого лота, это первое, это было без осмотра. И, в принципе, все. Ну, хотя, да, в документы мы тоже подробности не впадали. Нам казалось, что 2 обременения это так, по сути, ни о чем. Но потом у нас была немножко трудность поснять обременение, но мы справились и продали этот лот. То есть советы начинающим брокерам? Проверяйте полностью лот от и до. Начиная с законности его продажи, заканчивая там с техническим состоянием и так далее. Все надо проверять абсолютно. Потому что это деньги, иногда бывают это деньги инвестора, это еще больше ответственность. Поэтому я советую всем лучше проверять лот от и до. Не торопиться никогда, не гнаться за большими цифрами, то, что вот я сейчас заработаю миллиард и куплю это за 100 рублей, значит, в чем-то есть подвох. Почему кто-то до этого его не купил? Негативный опыт. Терял ли ты деньги на торгах? Негативный опыт? Негативный опыт был тогда, когда мы неправильно выбрали стратегию, подход вообще изначально к лоту. Мы его рассматривали как металлолом. И там было около 25 единиц. Но другие люди рассмотрели это как изделие. И выкупили его по более дорогой цене. Тогда как бы я потратил уйму времени на оформление документов, отпратки задатков, дали возврат этих задатков. Поэтому, ну, бывают и такие случаи, да. Ну, самая такая, наверное, потеря, я бы, ну... Пока мы в плюсе. Это была больше упущенная прибыль, нежели потеряя реальных денежных средств. Да, время было потеряно, прибыль была упущена. А чтобы так мы уходили в минус, ну, пока такого не случилось. Главная твоя жизненная мотивация, которая тобой движет сейчас? Я поставил себе цель охватить все торги России. Продвигать национальную ассоциацию нашу. Ну, и скорее помочь всем своим близким, потому что я не из богатой семьи, и мои родственники тоже не из богатой семьи. Я вижу, как им тяжело, и поэтому хочу им помогать. Действительно. Для меня это, наверное, самое главное для меня это семья все-таки. Два сооснователя национальной ассоциации аукционных брокеров. Давид Резаев, Павел Куксенко. Какие у тебя с ними отношения? С Давидом и с Пашей у нас теплые доверительные отношения. Мы дружим близко. Совместно выкупаем лоты. Полное доверие. Как прибыль распределяете? Прибыль мы распределяем по-разному, в зависимости от лота, в зависимости от взаимодействия, иногда это бывает 60 на 40, иногда это бывает 50 на 50. По-разному. То есть каждый лот – это индивидуальность, и просчитывается все каждый раз заново. Нет такого, что шаблон, и мы по нему идем. Как ты думаешь, они завидуют твоему успеху? Я думаю, они радуются. Радуются? Да, да, да. Потому что они такие люди, которые не умеют завидовать. Я такой же. И поэтому нам легко вместе, и мы только радуемся нашим каким-то победам, достижениям, не знаю, каким-то там покупкам, каким-то там удовольствием. Ну, это обычно люди на что завидуют. У нас такого нет. У нас только взаимная доброта и поддержка. В принципе, недавно твои кейсы выстрелили просто пушкой. И вот люди отреагировали просто сумасшедше. То есть, Ленар, Ленар, Ленар. Я смотрю новостную ленту, там, кейс один, кейс второй. Ты улыбаешься с топки денег. Как фидбэк людей? Вот какая реакция у них? Хотят ли с тобой связаться? О чем спрашивают? То, что они хотят со мной связаться, это действительно так, да. Мне очень много людей пишут. О чем? О том, что хотят встретиться, спрашивают советы, что делать, как лучше поступить, ну, какие-то тонкости рассказать, рассказать, о чем твой секрет. То есть, много таких вот разных вопросов. Я, к сожалению, не успеваем отвечать в случае того, что я еще погружен на данном этапе в операционку. И поэтому я не успеваем ответить. И надеюсь, они не будут на меня обижаться после этого. Ты просто скажи, сколько в день, допустим, звонков, смс-ок, там, директ, контакты, прочее, прочее, сколько людей вот хотят с тобой связаться? Сколько тебе необходимо ответить в день просто переработать информацию, помимо той, с чем ты связываешься, сталкиваешься по работе? Ну, в день я контактирую минимум с 20-30 людьми только по работе, да? И еще и офис, еще как бы и семья, еще у меня получается название вот со всех регионов мои партнеры, спрашивают, как, что делать лучше, как вот эта ситуация. Мне даже звонят, там, во время аукциона, там, алло, Ленар, мне сказали, что ты разбираешься в спецтехнике, я сейчас торгуюсь, что мне делать, цена такая-то, лот такой-то. Ну, я говорю, ну, ты уже выше рынка, ну, допустим, там, от кейсов зависит. Вот как-то так, поэтому я не успеваю отвечать лишним. Но в скором времени у меня будет личная помощница, и я ее обязую отвечать всем моим, так скажем, партнерам и друзьям, которые пишут, потому что, ну, я понимаю, что они обижаются. А я не хочу, чтобы люди на меня обижались, хочу все-таки отвечать. Ну, всем хорошим ты не будешь. Ну, естественно, да. И, в принципе, бесплатная бесплатная консультация дело неблагодарное. Ну, естественно, да. Когда бесплатно, это так. Когда платно, ты уже по-другому к этому относишься. Да, ценность уже другая. Ценность совета абсолютно пропорционально оплате. Только людей, все там, 30 звонков, 30 сообщений, все хотят. Ты звезду не поймал? Нет. Нет, нет, нет. Ты абсолютно нормальный? Я, да, привык, что каждый день у меня очень много контактов, очень много кто-то звонит и пишет, и говорит. Поэтому я привык к этому. Это нормально. Я сам такой же был, если честно. Да, вот, когда я помню себя, когда я начинал чем-то заниматься, я всегда стремился к тем людям, которые успешны в чем-то, да, или в моей сфере. Всегда хотел с ними общаться, и ходил на учебу, очень много учился в бизнес-школах. И поэтому я их понимаю, то, что они хотят получить информацию, это нормально. Успешные люди, к которым ты стремился. Кто это для тебя? Вот на кого ты смотришь и хочешь достичь того же, большего? Кто для тебя пример конкретно в бизнесе? Конкретно в бизнесе для меня пример это мои соседи. Я просто вырос с детства, глядя на то, как мои соседи летают на вертолетах, у них куча охраны, там, они живут очень хорошо. У тебя неплохие соседи. ну, а я как бы такой, ну, ленар. Я думал, почему же я так же не могу? Я думал, что вполне это возможно сделать. И сейчас я понимаю, что в наших руках просто неограниченные ресурсы, которые мы можем перевоплощать во все, что угодно. Вот, для меня вот конкретно, например, это Айрат Хайрулин был, с детства я на него смотрел. Это бизнесмен, депутат Государственной Думы Российской Федерации. У него агробизнес, был завод пивной. Сейчас он занимается еще, по-моему, вода у них, еще бутилевая вода. Ну, то есть там уже объемы такие огромные. Ну, еще пару казанских предпринимателей. Это Артем Захаров. У него компания называется Франчайзи 5. Он очень себя сильно прокачал в плане продаж, в плане франчайзи. Он учился у Белфорта, у Волкс Уолл-стрит. И я когда-то тоже учился у Артема. И это уже прошло 5 лет, и мы как бы до сих пор с ним пересекаемся где-то. Он меня помнит как своего ученика первого. Хайдар Булатов это фабрика предпринимательства. Тоже он ресторатор. Сейчас вот он более ведет фабрику предпринимательства. Тоже очень интересный проект. Тоже я когда-то был первым учеником. Я думаю, безусловно, приятно, что ты сейчас вспомнил. ну да, я просто смотрю на них, как они растут и понимаю, что я тоже могу расти. Когда ты последний раз давал взятку? Я бы не назвал это взяткой. Это была благодарность, да? Это благодарность. Когда это было? так, я даже не вспомню сейчас. Да вспомнил ты, говори. Ну, наверное, сотрудникам ГАИ отблагодарил их за отличную службу. Ну, да, да. Давай сейчас про казанский офис НАП. Как пришло решение о создании, как создавался офис НАП в Казани? Ну, прошло уже 10 месяцев, как я работал в торгах, и все-таки пришло понимание, что одному далеко не уйти. И пришло решение, само собой, что нужно создавать команду, нужно собирать единомышленников и делать какие-то большие результаты, зарабатывать больше денег, развивать профессию ассоциаций. И мы созвонились с Фаридой Туктаровой, договорились о встрече и решили создавать совместную команду. И как бы получается в начале, в конце июня этого года родился казанское представительство офиса НАП. То есть на данный момент сколько офиса твоего сейчас офису нашему получается три месяца. Три месяца. И за три месяца какие ты можешь подбить результаты? Два. Конец июня, начало конец июня. Два месяца, да. Офису казанскому. Скажи, пожалуйста, какие результаты на данный момент ты уже можешь подбить позитивные в деньгах? Можно в цифрах было бы вообще идеально? На данный момент казанский офисом за два месяца мы выкупили всего лишь четыре объекта на общую сумму 22 миллиона рублей. Я бы хотел больше, но понимаю, что сразу больших результатов не будет. Но мы сейчас бьем на такие объемы, что можно вырасти просто там троекратно за одну сделку. То есть есть сборные лоты, где большое количество квартир, большое количество спецтехники. У нас сразу же появились какие-то инвесторы. Другой совсем подход к работе пошел. Мы выстраиваем все процессы в команде, обучение, стандартизацию. Рост идет просто геометрически. Я вот смотрю, что было первое дело, и что сейчас мы уже поменяли офис. Изначально у нас было три человека, сейчас у нас уже в офисе работает 13 человек, сейчас будет еще 14 человек. То есть мы растем постоянно, у нас каждый день собеседование, каждый день приходят люди, новые партнеры предлагают с нами работать совместно, с электронных площадок приходят, с каких-то банков приходят люди, предлагают то энергия в офисе совсем другая. Конкретно твоя команда, то есть она еще полный состав не собран, то есть люди еще приходят, 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 то есть вы еще собираете людей. Скажи, пожалуйста, что это за люди? Они где-то специально обучались, по какому принципу ты подбираешь свою команду? Вообще изначально, конечно, я рассматриваю человека не больше как специалиста именно в торгах, а больше как продажника. Когда люди ко мне приходят, я прошу рассказать о чем-то таком, что у них был эффект от этого вау, о каком-то отдыхе, не знаю, что-то им понравилось, что-то они увидели, и я уже смотрю, как они это рассказывают, как это могут преподнести, что говорят, как говорят, ну, то есть для меня все-таки важны люди-продажники, потому что торги это продажи в первую очередь, это переговоры, нужно уметь понять, что хочет клиент, отработать правильное его возражение и помочь ему с определением выбора конечного продукта. Ну, это люди, которые работали раньше юридической специальности какой-то, бухгалтерской специальности. У нас есть одна девушка, она была тоже рядом, ну, руководитель ряд проектов, которых она тоже вела. Но она понимает, ну, там она была везде наемной, а как бы у нас нет такого, что человек наемный, у нас команда, у нас партнерские отношения, и поэтому я ей это заинтересовало. У нее нет босса, грубо говоря, есть там наставники. То есть, в принципе, у вас партнеры? Да, у нас партнеры, а у нас нет такого, что там а им босс, а там вы там трудяги, у нас такого нет. А по возрасту какая у вас команда, вот средний возраст есть какой-то или это абсолютно разные люди? Ну, от 20 до 38 лет. До 38. Ну, относительно молодая команда. Ты, в принципе, можно сказать, организатор, да, то есть, глава. Да. Конкретно. Ну, я был инициатором создания. Инициатор. Как складывается общение, то есть, вот тебе сейчас полных 24 года, вот, и ты, допустим, приходишь к человеку 38-летнему и говоришь, вот, я считаю, что надо сделать так, 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 и так будет правильно. Вот, как вот складывается у тебя общение с человеком, вот, довольно-таки старше. Я же так понимаю, что до конца команда не собрана, вполне возможно, будет еще старше. естественно, конечно. Ну, изначально я ставлю людям установку, что дело не в возрасте, а дело, наверное, в экспертности и опытности в определенном вопросе. И я даю им советы, чтобы они забыли все, что у них было раньше, в плане того, что там кто-то был из начальства, кто-то еще что-то. Вы в новой сфере, вы тут, по сути, начинаете как бы с нуля, поэтому лучше снять корону и трудиться, впитывать знания, тогда ты больше открыт, и у тебя быстрее результаты получаются. Потому что я, когда пришел в торги, я тоже думал, что я весь такой прошаренный бизнесмен, но тут вообще открылось абсолютно новое поле, и я понял, что нужно постоянно учиться, 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 что нельзя зазнаваться, и надо трудиться по-любому. Ты считаешь себя хорошим руководителем? Нет. Я считаю, что руководителю вообще никогда нет потолка расти, понимаешь, то есть можно постоянно учиться, взаимодействовать, и так далее, потому что люди бывают разные, люди приходят разные, и поэтому я не могу сказать, что я прям супер руководитель, но я стараюсь, я стараюсь помочь всем из нашей команды, как-то направить их, мотивировать, потому что в торгах мотивация очень важна, там нужна выдержка, потому что лоты не сыплется там каждый день по 100 тысяч штук, да, и ты из них там сразу можешь продать, это кропотливый труд, который требует выдержки, терпения, мотивации, прям сильной мотивации внутри, многие сливаются из-за этого, то, что у них нет мотивации, они пришли в торги и думают, что типа, ну, сейчас мы заработаем миллиард, но надо стараться, надо терпеть. Миллиард будет, но попозже. Ну, конечно, да, все придет с трудом. Хорошие специалисты нужны всегда, поэтому составь, пожалуйста, топ из качеств, вот, которые ты ищешь в человеке, и если вот он соответствует, если он считает, что он соответствует и затянет, то ты его возьмешь в команду. Каким должен этот быть человек? Этот человек должен быть в первую очередь, наверное, замотивирован сам, а не так, что он постоянно его чем-то мотивирует, там, нематериальными материальными мотивациями это тяжело так идти в команду. Не тащить за уши. Да, не тащить за уши никого. У нас такой принцип, мы никого не тащим. Если ты не хочешь, ну, пожалуйста, до свидания. Встретимся в другой раз. В первую очередь, это, естественно, продажи. человек должен сам вот кореть, из него должна идти энергия какая-то, должен быть живым, а не так, что там мухрю и так далее. Такого нам не хочется с такими людьми работать, естественно. Ну, это продажник, внутренняя мотивация, ответственность. В торгах это очень важно, ответственность и пунктуальность это тоже очень важно, потому что у нас постоянно будут сроки, дедлайны, нужно успевать подавать заявки, нужно успевать подавать задатки и так далее. Ну, вот это основные качества, да, то есть внутренняя мотивация, ответственность, пунктуальность. Ну, вот как-то так, да. Про остальное не могу сказать, там, про внешний вид я не могу ничего сказать, то, что у нас пока нет такого, там, строгий дресс-код и так далее, там, в галстучках, в рубашке, там, такого нет. У меня в этом противоречие есть, то, что кто-то говорит, все должны ходить строго в рубашках, когда клиент приходит, они там все такие, все под один, а я думаю, что люди должны как-то самовыражаться не только с помощью своих поступков, но и внешнего вида. Поэтому у нас нет такого строгого дресс-кода в офисе. Винар, зачем тебе нужен апп? Зачем тебе вот впрягаться, тащить кого-то, ты сам все сможет и сам все затянешь. Зачем нужны тебе все эти люди? Зачем надо делиться? Знаешь, я не жадный и все-таки понимаю то, что команда это команда. Один это один. Когда я в команде с людьми, которые моего уровня или выше, мы можем просто гору свернуть и там как у нас цель то есть охватить все торги России. Это вполне возможно сделать в команде. И почему ассоциация? Все-таки это чувствуется причастность к чему-то большому, глобальному и партнерская сеть по всей России у нас развивается. Ну и как бы зачем придумать велосипед, если он уже едет? Можно же просто на него запрыгнуть и ехать с ним вместе, правильно? то есть ребят создавали ассоциацию год-два. То есть зачем мне сейчас какую-то ассоциацию создавать? Это у меня таких даже мыслей в голове. Потому что я с этими людьми живу, можно сказать, вместе дружу, делаю бизнес. Я не думаю даже об этом отделяться, что-то такое. Вот у нас есть общая ассоциация и мы ее двигаем вперед. Я болею как за свой продукт. Один в поле не воню. Конечно, да, один в поле не воню. Я это понимаю. Кто в доме у тебя хозяин? Супруга или ты? Кто главный? Конечно же я. Я уже вырос в такой среде изначально с детства и мне попалась такая жена, которая в доме отец хозяин. Я другого не рассматривал. У тебя жена татарка, да? Да, жена татарка. А какие особенности у татарских я в Казани первый раз и вот я заметил, что есть определенное отличие ментальное, хризантичное и прочее. Какие бы ты выделил черты основные? Почему ты выбрал себе в супруге именно татарку? Почему? У них все-таки восточный ментальность нас тут присутствует. Они покладистые татарки, они внимательные, хотят угодить мужу, чтобы все было хорошо, чтобы он пришел домой, все было отлично, чисто. Стараются для супруга отдают всех просто себя на сто процентов. Почему я выбрал Эльмиру именно? Или вообще просто татарскую девушку? Именно вот татарскую девушку выбрал. Понятно, почему ты только что рассказал. Конкретно вот остановимся на твоей супруге. Твой выбор. Я же прекрасно понимаю, что успешный, молодой, все хорошо, все отлично, и ты знаешь, что ты хочешь от жизни, знаешь определенный перечень, то есть ты знаешь, что ты хочешь. И мне интересно, чему соответствует вот критериям выбора человека на всю жизнь, каким соответствует твоя супруга. Эльмиру я выбрал по нескольким критериям. Она красивая, это наверное не в первую очередь, а один из положительных черт. Она красивая, умная, это немаловажно, когда девушка красивая, но она глупая, как бы с ней неинтересно. Она умная, красивая, мне с ней никогда не скучно, у нас всегда есть о чем поговорить, у нас очень много интересов, но мы очень разные по сути. и вот таких людей мало в жизни встречается. Поэтому я три года с ней встречался перед тем, как жениться, испытал ее по-всякому, и она прошла все испытания. Я изначально, конечно, знал, что я хочу уже, чтобы у меня была такая жена, но все-таки у нас жизнь одна, и я не хочу там, чтобы так было, что там был второй брак, третий брак, чтобы выбирать своего партнера раз и навсегда. Потому что я сам преданный и боюсь ее как-то подвести, как-то не оправдать ее, какие-то желания. Тоже для нее стараюсь, как и она для меня очень старается. Я очень ей за это благодарен. Она всегда меня поддерживает, всегда в трудную минуту может советом помочь. это партнеры в жизни. Партнеры по бизнесу бывают так, что расходятся. Поэтому скажи, пожалуйста, допустим, ситуацию. Давид и Павел расходятся в интересах? И кого ты выберешь? Давида или Павла? Чью сторону ты займешь? Я выберу сторону ассоциации скорее. Кто останется в ассоциации? Это общая фраза, конечно же. Допустим, ассоциация делится. Ассоциация Павла, ассоциация Давида. Одно и то же. Название другое, не важно что. Цель одна и та же, программа одна и та же, все то же самое. Чью команду ты выберешь? Я скрывать не буду с Пашей. У нас как-то отношения с ним намного ближе. Так сложилось, я не знаю почему. Говорят, что люди друг друга находят несознательно. С первого раза у нас связались такие дружеские хорошие отношения теплые. Поэтому я не буду сказать. Дружеские, теплые, досуг это хорошо. А деловые отношения конкретно почему он конкретно этот человек в приоритете? То есть что в нем есть, чего нет в другом? Или что для тебя более выражено ярко? Какие деловые качества Павла тебя подкупают? Деловые качества Павла он очень коммуникабельный. Может вообще с любым человеком найти общий язык, завязать какой-то разговор. Он может в этот же день с ними поехать к ним уже домой, грубо говоря, быть своим человеком, как будто они встретились уже 10 лет назад. Они уже знакомы. Павел юрист, так же, как и я. Нам как-то ближе в этом плане в делах. Мы друг друга понимаем с полуслова. Что такое суды, что такое юриспруденция, законы и тому подобное. с Давидом я мало работал, прям вот бок о бок. Как-то так сложилось, я не знаю почему. Может потому, что Давид далеко или может мы просто редко видимся, так получается, что у него своих много дел, у меня своих много дел. А с Пашей у нас как-то общих дел больше появляется почему-то. Общих друзей у нас очень много оказалось с Павлом, знакомых каких-то. Вот не знаю почему-то. Перед тем, как составлять непосредственно вопросы, которые я тебе задам, естественно, я пообщался с твоими друзьями, знакомыми, коллегами. И ты же сам понимаешь, прекрасно, ничего хорошего я у тебя спрашивать не буду. Поэтому, цитата, ты можешь обсуждать что-то с Ленаром и он соглашается с тобой. Кажется, что вы пришли к договоренности, но в итоге все равно поступят по-своему. Такая читается претензия и у человека в глазах такое, Ленар, ты п***л? Просто люди торопятся и хотят решить этот вопрос прямо здесь и сейчас. Но я такой человек, что он мне предложил, я это еще посмотрю, перепроверю, взвешу и потом уже приму решение. Я не люблю торопиться в принятии каких-то важных решений. Понимаешь? Но почему в этом с человеком не собрать совместе и сказать, что а может быть не так поступим? Может быть по-другому сделаем? Или ты выслушал, согласился, но сделал по-своему? Я просто иногда понимаю, что человек убеждает бесполезно и поступает так, как я считаю нужно. И в итоге, в итоге, ну, наверное, во многих случаях выходит так, как я задумал, а не так, как он изначально. Это понятно, но ты же себя позиционируешь вот как командный игрок сейчас. Да. Но иногда приходится принимать авторитарные решения. Без них никуда. Цитата. Ленар очень закрытый человек и с ним очень тяжело. Ленар, почему ты такой мутный? Я очень закрытый человек. Ну, наверное, в моей жизни много чего было, что лучше не знать другим людям. И я вырос в такой среде, в которой не принято отделиться там какими-то своими обидами там, своими какими-то проигрышами. То есть нет жалости, нет сострадания. Идти только вперед и все. Поэтому как бы я не люблю так супли, слюни, жаловаться, что у меня так, а это не так. Мужики не ноют. Ну, да, я так вырос. Какие три книги необходимо прочитать любому человеку, который идет к успеху? Не важно, это бизнес на банкротстве или любой другой бизнес, который просто идет к успеху. три, пять, ты для себя отметил, что вот они необходимы просто. 200 способов, как продать все, что угодно. Есть такая книга, это наши русские авторы. Блин, авторов я сейчас точно не знаю. Она здесь в описании. Да, в описании. Есть еще книга, называется «Супермышление». Мне она очень понравилась. Там очень подробно все расписывается в плане нашего мозга, как все устроено. Ведь для того, чтобы понять, что хочет человек и как он это хочет, нужно понять, как работает его мозг. Правильно? И вот я всем посоветую эту книгу «Супермышление». Автор тоже будет ссылки в описании. Ну и все-таки я больше посоветую почитать Коран. Я не могу сказать, что я это что-то там проповедую. Просто это очень интересная книга в плане каких-то речевых оборотов, в плане каких-то слаженностей предложений, как тут это необычная литература. На каком языке ты читаешь Коран? На русском. На русский перевод. Для того, чтобы речь была насыщенной, надо читать классическую литературу. Это ни для кого не секрет. Ну и я вот читаю различную классику. Даже перечитал некоторые школьные книги, которые я не читал. Что я сейчас читаю? Я все-таки супермышление дочитываю сейчас и Коран. Потому что вот токущие там где-то тысячи страниц почти. О них ты говорил до того, как ты прочитал эти книги, какая была последняя, которую ты прочитал? Которую ты не перечислял? Которую я не перечислял? Я читаю книги по психологии. Название, блин, сейчас я не вспомню. Но книга по психологии была прикольная. Музыка. Что ты слушаешь? Что играет у тебя в машине? Ты можешь прийти домой, послушать, поставить, что тебя расслабляет вообще? Что именно? Что это может быть и направлением? Может, покажется странным, но иногда я слышу шипение просто. Это оригинально. Шипение, вот там переключаешь, когда радио, и белый шум так выгружает мозг, просто стирает все мысли, потому что это шипение даже иногда раздражает, когда ты переслушаешь, но все мозги у тебя просто очищаются от всех мыслей и ты слышишь шипение. Это очень оригинально. Я первый раз такое слушаю. Понимаешь? Ну, очень редко классическую музыку, когда хочется прямо послушать скрипку, вот как она пищит, или гитару. Ну, мне, кстати, жена на гитаре играет, я иногда и прошу, там, поиграй, пожалуйста, на гитаре. Она вот сидит, играет на гитаре. На акустике? Нет, на классической гитаре с менструной она играет. И что она тебе играет? Какая-то твоя любимая песня в исполнении твоей жены? Татарская национальная все-таки, знаешь, там, такие вот мотивы, все-таки они родные, как-то наполняют, я же в этом вырос постоянно, это слышу. Ну, естественно, я слушаю, ну, я не скрою, я слушаю попсу, но не русскую, не русскую попсу зарубежную. Ну, не нравятся их, не мотивы, но текст, понятное дело, что там, как бы, бывает разный. Я его не всегда понимаю. С английским не все, как бы гладко. Ну, надо учить язык. Ну, это все время, это стандартно. Съездишь на отдых и понимаешь, ну, надо учить язык, надо учить язык. Потом приехал во времени. А потом приезжаешь, такой, уф, много других дел. 2018 год. Куда вкладывать бабки? Куда вкладывать бабки? Не буду говорить по криптовалюту, потому что это не очень, не очень безопасно. Вложение. Считаешь? Ну, да, там постоянно скачет курс, ты как бешеный за этим следишь, там, что-то переживаешь, ногти грызешь. Зачем это надо? Ну, я все-таки сторонник более консервативных таких вложений. Это как недвижимость, земельные участки, драгметаллы, я тоже рассматриваю. По банкротству часто встречаются золотые слитки, серебряные слитки. У меня есть инвестор один, который их активно скупает. То есть не секрет, что золото дорожает с каждым годом все больше и больше. Надо дает просадку, но в дальнейшем оно будет всегда дорожать, потому что этот металл уже как бы заканчивается на планете. Вот как-то так все-таки, больше недвижимости. Ну и под конец наша традиционная мотивация от успешного человека. Камера. Пару слов, пару предложений мотивационных для молодых людей, кто хочет, стремится и мотивируй. Запаситесь терпением, запаситесь выдержкой, поставьте себе цель, которая будет вас вдохновлять, вас будет подпитывать и идите к ней, общайтесь с людьми, которые лучше вас, не завидуйте им никогда, зависть всегда это только энергию и все вперед, полным ходом. Спасибо, друзья. С нами был Ленар Гельфанов, молодой, успешный, перспективный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно жмите в колокол, чтобы не пропустить новое интервью. Увидимся, пока. Спасибо, Ленар. Субтитры сделал DimaTorzok